Многие владельцы домашних животных хотят, чтобы их питомцы были здоровые. Доступные корма, произведенные промышленным способом, особенно сухие, имеют сомнительный состав и качество, а натуральные бывают очень дорогие. Вот отличная альтернатива – дешевый натуральный корм. Холистик – этот термин обозначает корма, разработанная для домашних питомцев с учетом их потребностей, если бы они жили в естественной дикой среде. Чем в природе питаются кошки? Конечно, мышами и мелкими птичками. Это именно то, к чему мы будем стремиться. Ловить мышей они могли бы и сами, а мы сделаем имитацию мыши, в нашем случае птички по составу. Нам понадобятся отходы от курицы, можно купить скелеты, можно обобрать курицу и отправить остатки на корм кошки. Мы добавим остатки кожи и жира для повышения итоговой жирности. Основную часть составят куриные шеи, у них отличный косвомышечный состав. Рацион кошачьих хищников должен состоять практически на 25% из животных жиров, это основной их путь получения глюкозы. Конечно же печень – основной источник жирорастворимых витаминов и витаминов группы В. Но ее состав не должен превышать 10% от общей массы корма по причине ее плохой усваиваемости и того, что печень может содержать ряд нежелательных элементов при нарушении технологии забоя. Отварим рыбу несколько минут для ее дегельминтизации. Сырая рыбака там противопоказана особенно крупная, в частности из-за костей. В целом рыба – это опциональный вариант, который отлично подойдет для здорового питомца и не подойдет, если у него присутствует болезнь почек. Нам нужны те самые отходы, которые люди обычно не используют в пищу. Хребет и хвосты – источник коллагена и омеги-3, а голова – источник талуринов, осводил селин и многих других вещей. Теперь все мясо пропустим через мясорубку. Нормальный поэш в желудке кошачьих, употреблявших пищу животного происхождения, равен единице. В буквальном смысле там могут перевариваться гвозди, не только кости и пух. Да, конечно же промышленное мясо курицы не самый лучший выбор, но оно самое доступное и чистое с паразитарной точки зрения. Кости – также важный источник кальция, фосфора в отличном соотношении. В связи со слабостью кошачьих почек важно не нарушать это соотношение. Самое главное – они не должны проходить термической обработки, они должны употребляться животными в сыром виде. Очень важно не обрабатывать продукты высокой температуры, не убивая огромное количество питательных веществ, а также полезную микрофлору. Также стоит добавить овощей. Мы берем немного очистков от малокрахмальных овощей, например репы и тыквы, для повышения уровня клетчатки, которая поможет перистальтике. А рыбу перемелем в блендере. Мясорубка с ней справляется крайне плохо. Добавим яйца. Мы немного отварим их, чтобы белок схватился, но желток должен оставаться сырым. В нем масса витаминов группы В и микроэлементов. В природе кошки едят яйца вместе со скорлупой. Добавим сюда немного льняного масла, это тоже опциональный вариант для улучшения пищеварения. Стоит добавить от общего веса около 10% крупы, гречки или овса. В нашем случае это будет овес. Не стоит использовать муку и пшено, и любые глютен-содержащие продукты. Теперь все смешаем. Добавим пробиотическую среду в виде йогурта. Бактерии не дадут мясу протухнуть, и молочнокислая микрофлора отлично ферментирует мясо, повышая биодоступность полезных веществ и вырабатывая дополнительные полезные элементы. Все тщательно промешиваем, делим на порции и радуем своего зверя. Можно заморозить, а можно высушить. Отправляем на противень сушиться, если у вас есть дегидратор, то лучше туда, так как не стоит превышать температуру в 50 градусов, это может привести к гибели микрофлоры. В результате мы получим сублимат, близкий по составу к среднестатистической птичке. Данный корм отлично подойдет для зрелого здорового питомца без значительных отклонений. Для кошек с некоторыми патологиями питание следует откорректировать. Но стоит помнить самую важную вещь, что даже для столь маленьких хищников в природе основной источник корма – это другие животные. Если у вас остались еще какие-то вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях.